Рождественские святки В святочную неделю митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх по традиции посетил приходы Кемеровской епархии. 8 января в праздник собора Просвятой Богородицы владыка совершил божественную литургию в соборе Рождества Христова, выстроенного в одном Кузнецке при Кузбасской православной духовной семинарии в память о погибших шахтерах Кузбасса. Среди молившихся за литургией были учащиеся преподаватели и сотрудники семинарии из числа мирян. Господи помилуй, Господи помилуй, подай Господи. На малом входе священник Дмитрий Востриков был удостоен богослужебной награды «Право ношения на бедренника». После приложения святых даров ректор семинария совершил дьяконскую хиротонию учащегося духовной школы Иоанна Шарумова. До момента окончания обучения он будет нести свое служение в соборе при семинарии. Завершив божественную литургию, Владыка вместе со служителями совершил славление у иконы Рождества Христова. Не дадим будням овладеть нашими сердцами и нашей душой. Как солнечный свет проникает и через закрытые ставни, пусть свет Христов таинственным праздником присутствует в нашей жизни, делая ее причастием к Богу и восхождением к Богу, трудным, но и радостным путем жизни вечной. И что бы ни несло, через эти будни нам таинственное будущее, мы помним, мы верим и знаем, что Бог с нами, что Христос не оставил нас сиротами, что верен обещавшись. Митрополит поблагодарил отца Андрея за приветствие и обратился к собравшимся под сводами собора с проповедью о значении событий Рождества Христова для всего человеческого рода и традициях его празднования на Руси. Благоволением Божиим мы с вами, дорогие отцы и братья и сестры, вновь встретили и новолетие, и светлый великий праздник Православной Церкви, Рождество Господа и Спасителя Иисуса Христа. К этому священному дню и событию Церковь готовила нас с вами через особое поприще, через период сорокадневного рождественского поста, как и к самому великому основному празднику – Пасхе Господней. Поэтому главное значение и смысл этих рождественских святых дней в том, чтобы напомнить каждому человеку вновь о цели его земной жизни, заключающейся в умножении нашей с вами любви к Богу и к ближнему. Также архиерею достоил общецерковных и епархиальных наград благотворителей. В завершении митрополит Аристарх преподал всем свое общее благословение. В этот день ректор Кузбасской православной духовной семинарии митрополит Кемеровский Прокупевский Аристарх принял участие в торжественном акте КПДС. Субтитры создавал DimaTorzok В большом актовом зале Кузбасской семинарии состоялся праздничный рождественский концерт. Студенты пасторского отделения приготовили для зрителей веселую программу. Затем для присутствующих выступили особые гости семья Заборских из детской музыкальной школы номер 40, исполнившие произведения в жанре руссконародных музыкальных традиций. В завершении концерта Владыка наградил выступающих почетными грамотами. Также всем студентам Кузбасской духовной школы были подарены сладкие подарки от губернатора Кемеровской области Аман Гумерыча Тулеева. Вечером этого дня высокопреосвященнейший Аристарх совершил великую вечерню в храме Покрова Божьей Матери в городе Прокопьевске. После возглашения великого Прокимна митрополит прочел отрывок из Евангелия от Матфея, повествующий о земном Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Песня «Родит же Сына, и наличит же имя Ему Иисус, той Бог спасет люди Своя от греха их. Сие же все бысть, да сбудет зареченное от Господа пророком глаголющим. Сидевого чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил. Еже и сказаемо с нами Богом». 9 января митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил божественную лютергию в соборе Рождества Иоанна Предтечи города Прокопьевска, втором кафедральном соборе Кемеровской епархии. Песня «Родит же Сына, и наличит же имя Ему Иисуса Христа». После богослужения протеерей Владимир Колесников, настоятель собора, поблагодарил Владыку за традиционное посещение Второго кафедрального собора и совместную молитву в период святок. «Мы желаем вам, Владыка, всякого благоденствия, благополучия, здравия отрожденного Христа младенца, чтобы Господь вам помогал в вашем первосвятительском служении на земле Кузнецкой. Здравия вам, благоденствия и многое и благая лето из пола эти деспота». В свою очередь митрополит Аристарх поблагодарил настоятеля храма за радушный прием и преподал общее благословение. Вечером 9 января митрополит Кемеровский Прокопевский Аристарх совершил Великую Вечерню в храме иконы Божьей Матери Скоропослушница города Киселевска. Владыка торжественно вручил Иерею Сергею Панченко патриаршую награду на бедренник. По окончании богослужения настоятель храма протеерей Михаил Яськов поблагодарил архипастора за визит и совершение праздничного богослужения. В наступившем году у каждого из нас, конечно, есть свои мечты, свои заботы, устремления. Но есть и то, что всегда объединяло народ нашей страны. Это желание, чтобы процветала Святая Русь, Отечество наше. Чтобы шахтерский край, где мы проживаем, занимал достойное место среди своих соседей. Чтобы жили, учились и радовались жизни наши внуки и правнуки. Но самое главное, чтобы все это имело смысл и достойное продолжение вечности. По святочной традиции, митрополит призвал на все благословения рожденного ныне Бога-младенца. Песня. 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 11 января в актовом зале Кемеровского епархиального управления состоялось награждение священнослужителей Кузбасской митрополии за заслуги перед Кемеровской областью. Перед награждением выступили владыка Аристарх и заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин, поздравив священников, которые в этот день удостоились поощрений. Разве для государства безразлично нравственное состояние граждан? Разве может быть законопослушным безнравственное общество? Разве можно справиться с коррупцией, с криминалом вне нравственности? Самая совершенная юридическая система не будет работать. Самые мощные правоохранительные органы не смогут уберечь общество от самораспада, если будет распадаться человеческая личность. Вот именно в этом и состоит смысл доброго, плодотворного и очень важного сотрудничества церкви и государства. Мы работаем для спасения души. В то время как государство, администрация области, городов естественным образом заинтересована в нравственном воспитании личности. И вот все остальное, оно вырастает из этой общности. Говоря о церковно-государственных отношениях, следует констатировать, что в основе этого сотрудничества лежит наша совместная забота о человеке. Вам, Владыка, низкий поклон и всем священнослужителям за благие социальные дела. Вы продолжаете оказывать помощь малообеспеченным многодетным семьям. В Новокузнецкой епархии для оказания материальной помощи малообеспеченным и социально защищенным прихожанам разработан специальный проект «Вера и Молосердия». В многофункциональном социальном центре Юргинской епархии открыл сконку для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Кемеровской епархии традиционными стали благотворительные акции, «Рождественский подарок», «Пасхальный подарок», «Собери ребенка в школу», «Православная книга дети». Работает православная патронажная служба, которая оказывает на дому помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Позвольте выразить особую благодарность вам за духовно-нравственное и патриотическое воспитание нашей молодежи. В Кузбасском митрополе активно развивается скаловское движение, братство православных следопытов. Священнослужители регулярно проводят со школьниками, студентами лекции, круглые столы, классные часы по основам православных знаний, направленных на формирование миротворческой позиции, толерантности. Постоянно проходят беседы с призывниками, лицами, освободившимися из места включения трудных подростков. Регулярными стали встречи и новостков Пресвященства, уважаемого владыки с молодежью Кемеровских вузов. 19 лет продолжается традиция проведения образовательных и аморских чтений. Поблагодарив клириков митрополии за духовно-нравственный вклад в общее дело церкви и государства, развитие здорового общества, Алексей Зеленин вручил областные награды. Иерея Василия Вавренюка, настоятеля храма в честь преподобного Сергия Радонежского, поселок Комиссарова. Иеромонаха Марка Червова, настоятеля спасопреображенства в секс-трайвере Соборо-Комиссарова. Медалей за служение Кузбассу и за веру и добро удостоились 14 священнослужителей. Кроме того, почетные грамоты коллегии администрации области вручили шестерым клирикам митрополии. Мы всех вас, дорогие священнослужители, собратья, призываем трудиться, может быть, вдвое усерднее, чем раньше. Почему? А потому что нас с вами не так много в Кузбассе. 300 священнослужителей на 3 миллиона населения. Это, по сути дела, капля в море. По этой причине именно на кемеровских священнослужителей, на священнослужителей митрополии Кузбассской, ложится в первую очередь огромная ответственность за все, что мы, как церковь столицы Кузбасса, совершаем во имя спасения людей. Внимание губернатора и администрации Кемеровской области именно духовно-нравственной стороне жизни нашего региона вселяют оптимизм и надежду. И огромная еще раз за эту благодарность Аману Гумировичу Тулееву и администрации Кемеровской области. Поздравляю всех награжденных, радуемся, что вы удостоены этих наград. Это не просто протокольная награда, а это награда, которая соответствует вашим деяниям, успехам и трудам. Дай Бог, чтобы и дальше вы продолжали успешно трудиться по славу Божию и на пользу Русской Православной Церкви. Помогай вам всем Богу. Сотрудничество Кузбасской митрополии и администрации Кемеровской области в социальной сфере, сфере образования, культуры, работа с молодежью продолжится. Кроме всех праздников, особо чтимых верующими, ежегодно особо отмечается День памяти святых, в чью честь освящен или назван тот или иной православный храм. Такое событие называется престольным праздником храма. 11 января в дни Январской стужи пышно и торжественно свой престольный праздник отметил храм 14 тысяч вифлеемских младенцев. С 2009 года он действует в районе железнодорожного вокзала города Юргий Кемеровской области. В России 11 января приходится на святочные дни, когда славят Рождество Христово. Поздравить прихожан с двойным праздником приехал управляющий Мариинской епархии Владыка Иннокентий. Я всех вас поздравляю с праздником Светлого Христова Швества, чтобы Спаситель Христос своим Божественным Светом озарил сердца нас, верующих в Него, наполнил радостью наши земные дни и своими обидными благословениями. Евангелие от Матфея сохранило для нас рассказ о трагедии, случившейся в Вифлееме в те дни, когда родился Христос. Царь Ирод, чье имя впоследствии стало именем нарицательным, обозначая злого человека, опасался, что власти его угрожает свержением. Согласно Евангелию, он встретил пришедших в Иудею волхвов и потребовал от них выяснить, где родился Спаситель. Когда же Ирод понял, что волхвы не исполнили его приказа, спустя четыре дня от Рождества Христова он велел своим воинам убить в окрестностях Вифлеема всех младенцев до двухлетнего возраста. Церковь почитает их как первых мучеников за Христа. Спустя две тысячи лет к убитым вифлеемским детям стали обращаться с молитвой о других убитых детях. Правда, эти новые жертвы погибают уже не от рук профессиональных убийц и не по приказу жестоких правителей, а от рук врачей по желанию собственных родителей, то есть в результате абортов. Эта проблема до сих пор в нашей стране остаётся наиболее острой и обсуждаемой. Памятным знаком пятилетия в Узбасской митрополии награждаются следующие лица – Гаврилова Валентина Васильевна. Во время праздничной службы владыка Иннокентий наградил за усердные труды во славу Святой Церкви юбилейной медалью пятилетия Кузбасской митрополии Валентину Васильевну Гаврилову и Татьяну Васильевну Исупову. Обе женщины много лет несут послушание в храме вифлеемских младенцев. Всегда добры и рады помочь любому пришедшему в храм. Это единственный храм в Сибири. Такого храма больше нет. К нам-то мечи новосибирцы едут молиться. Приезжайте и вытут. В дни празднования Рождества Христова управляющий Мариинской епархией владыка Иннокентий посетит и другие храмы епархии. Пообщаться с Преосвященным и получить благословение от правящего архиерея будет возможностью и у жителей Мариинского, Топкинского и Анжиросуджинского благочиней. Уважаемые телезрители, нам крайне важно ваше мнение. Свои замечания или комментарии вы можете сообщить нам по телефону или адресу, который вы видите на своих экранах. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok